Рыжие, черные, белые. Галина Катеринич знает каждого из своих подопечных, а их в приюте «Право на жизнь» содержится ни много ни мало, 306 собак и 68 кошек. И каждого нужно накормить, выгулить и следить за здоровьем. Вот уже на протяжении 15 лет четвероногие шарики и барсики оказываются в вольерах по разным причинам. Кого-то привозят бывшие хозяева, других отлавливают на улицах города, стерилизуют и отпускают. Бывают такие моменты, что я привожу собаку, вызов пришел в мэрию. Я привожу собаку, я понимаю, я съездил за ней, понимаю, что она домашняя. Где-то она убежала за стаей, где-то она потерялась, зашла за угол. Я тут же даю объявление, что когда построила приюты, первые были собаки, конечно, были самые любимые. А сейчас уже очень много, уже как-то вот, они меня любят и я отвечаю им ласк. По различным оценкам в Магадане около 4 тысяч безнадзорных особей. Зачастую бездомными они становятся благодаря безответственности хозяев. Такие животные, сбиваясь в стаи, иногда становятся небезопасными для людей. Решить проблему безнадзорности животных должен новый муниципальный приют, рассчитанный на содержание 150 собак и 30 кошек. Мы за гуманное обращение с животными. Мы за то, чтобы это было цивилизованным путем, решено все без жестокости, чтобы смикшировать ту ситуацию, которая сегодня в городе есть. И когда мы говорим о проблематике, вот тема безнадзорных животных, она практически с темой ЖКХ на одном и том же уровне. Уже определен участок подстроительства. На текущий момент ведутся работы по инженерным изысканиям. На разработку проектно-сметной документации из областного бюджета было направлено около 5,5 миллионов рублей. Да, это не дешевое мероприятие, но очень важно не просто вложить деньги и потом отчитываться, мы тут деньги вложили. И не эта же задача. Задача найти решение этой проблемы, найти решение грамотное, цивилизованное, если хотите, в том числе с любовью к животным и с уважением к людям. Завершить выполнение проектно-изыскательских работ планируется до конца этого года. После согласования специалисты приступят к строительству нового муниципального приюта для безнадзорных животных.